Под завалами своих домов боятся остаться жильцы дачных кооперативов Толгарского района Алматинской области. Грунтовые воды стали настоящей бедой для людей в последние годы. Их подвалы топят, стены покрываются плесенью, а дома буквально трещат по швам. Салтанат Шураев услышала проблемы обеспокоенных жителей. Везде по полу трещин, вот с этих трещин поднимается вода каждый раз. То есть все-все трещины в подвале, а то отсюда прям вода булькает, поднимается. Вот по этой трубе можно уровень посмотреть, докуда вода у нас стояла. То есть по колено воды каждое лето. Сурой подвал и заплесневелые стены – вот результат поднятия грунтовых вод. От них жильцы кооператива «Калина Красная» страдают несколько лет. По этой же причине пришлось рубить засохшие плодовые деревья. А латать трещины на стенах домов уже нет сил, говорят возмущенные жители. От воды поднялись все плиты. Если дверь в подвал не открывается, можно пройти только вот таким образом. Наталье Маркеловой даже пришлось оставить свой дом и купить новый участок неподалеку. Старый, в аварийном состоянии. Трещины, правда, появились и в новом доме. Женщина говорит, кроме грунтовых вод есть еще одна проблема – сель. Поток грязной воды идет сверху и топит их дома. А вместо сада теперь растут двухметровые камыши. Грунтовые воды поднимались так, что затапливало все подвалы. Вторая причина – сель. Потому что жильцы самовольно перекрыли ущелья, засыпали глиной. Весной, после сильного дождя, осенью, вся эта глина, потоком воды, настоящий сель. Все течет по участкам и затапливает. Евроремонт у семья Бибигуль-Дармыш радовалась недолго. Глубокие трещины появились и снаружи, и внутри дома. А полы ушли под откос. В таком доме просто страшно жить, говорит женщина. За ремонт семья еще и платит кредит. От него уже нет и следа, сетует Бибигуль. Строить дом мы начали в 2010 году. Тогда и не подозревали, что будут такие проблемы. О грунтовых водах ничего не слышали. Проблема началась чуть позже. Вот уже четвертый год, как на наших стенах зияют трещины. Их все больше и больше. Жильцы сразу двух улиц – Аман-Бухтер и Алмалы-3 – столкнулись с подтоплением. А это почти 25 домов. Говорят, не сидели сложа руки, били во все колокола, писали в Акимат Толгарского района. Акимат области обращались в МЧС. Но дело не сдвинулось с мертвой точки. Идет сплошная отписка. Теперь нам, говорят, выделили деньги, пришли проектировщики. Пришли проектировщики и сказали, что до конца года они сделают проект. Вы тогда нас спросите, до конца года наши дома рассыпятся, вы посмотрите, они кланятся, штукатурка сыпется. Что они хотят, чтобы нас завалило, тогда они к нам придут. Тогда они будут знать, что дома у нас все развалены. У нас крик души. В местном Акимате заверяют работу, уже идут масштабы, оценивают специалисты. И только по их заключении сельские власти будут просить денег из областного бюджета. Такая проблема есть в нескольких дачных обществах. Самал, Калина Красная, Бурабай. Тендер на проведение работ по обследованию выиграла ТОО «Энергоресурс». По их заключению мы сможем понять, какая сумма нужна для ликвидации проблемы. Жильцы обещаниям чиновников поверили. Вновь. А пока засыпают в страхе, боясь остаться под завалами собственного дома. Салтанат Шурай, Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы.